Всем привет! Сегодня про уход за волосами и про душ. Давайте начнем про уход за волосами. Очень хочется показать Леонор Грейл. Столько всего, но это не все для меня. Я купила подарок, так что половину отдам. Здесь 4 продукта, 2 мне и 2 в подарок. Давайте вам... Я почему показываю? Потому что я уже это все пробовала, у меня раньше было, и я могу в любом случае оставить отзыв. Начну я с шампуня, который оставила себе. Это шампунь с витамином В. Там очень хорошо все расписано. На любом сайте вы можете посмотреть, где продается Леонор Грейл. Там для тонких волос, для пушистых волос. Очень-очень большой список, и можно легко подобрать себе самостоятельное средство. Но если какой-то будет специалист, вообще будет хорошо. Но пока остановимся на том, что там и так написано довольно-таки просто. Никаких проблем с подбором не должно возникнуть. Это французский бренд, кстати. Я его очень люблю. Вот за что я как-то затрудняюсь сказать. Не потому что он там плохой, а я его люблю. Нет. Это очень хороший, но просто там столько всего, что я не могу это описать. Скорее всего, я люблю его за то состояние, в котором ты пребываешь, когда бываешь в ванной. За это я люблю больше всего. Потому что здесь приятная цветочная душка в перемешку с чем-то растительным. Хотя цветы тоже растения. Но именно с травой, которая дает ощущение органики. Но это и есть органика. Только какая-то другая органика. Не та, которая плохо промывает волосы, которой нужно привыкать. Органика, органики, в общем, рознь. Это люксовая органика. Вот, наверное, так скажу. И шампуня здесь в ванной для волос. Вот это на самом деле так. Но, правда, не всегда. Вот этот шампунь плохо пенится. Даже со второго раза плохо. Но, кстати, им можно мыть голову только один раз, если моете голову каждый день, как я. Я сегодня нанесла сначала скраб для кожи головы, а потом его. И тогда пена уже получилась. Но вот если пользоваться каждый день, то прям вообще нет пены. Но такие шампуни тоже бывают. Помните, я недавно на ше показывала восстанавливающая линейка. Тоже там также нет пены. Такой зелененький шампунчик это. И вот ощущение самое-самое важное. Я думаю, что если у вас хоть что-то было из этой марки, вы со мной согласитесь. Помните такую большую баночку, квинтэссенция, самый дорогой продукт в марке, маска. Она просто роскошная. Не могу сказать, что она делает вот то, что от всех масок, вот так волосы, когда струятся прямо в душе. Такого нет. Этот уход работает немного по-другому. Он на перспективу работает. Ну, как вся органика. Есть еще один шампунь, тоже ванная для волос. Это уже в подарок. Это для объема. Я не пользуюсь объемными шампунями для девушки, которой я это купила. Ей как раз нравится объем. Я думаю, она будет рада. Еще у меня есть два средства. Это одна из них маленькая вот эта сыворотка, а другая тоже несмываемое средство, оба несмываемые. Это побольше молочко, сияние и блеск. Давайте начнем с сияния и блеска. Это двухфазное средство, видите? Вот. Его смешиваешь, и оно становится однородным. И с помощью распылителя на волосы, и потом появляется сияние и блеск. Я приобрела не потому, что это сияние и блеск. Мне больше понравились другие здесь качества. Я вам сейчас зачитаю. Облегчает расчесывание и укладку. Здесь растительные компоненты и масла. Даже спутанные волосы расчесывает, возвращает блеск, сияние тусклым волосам без перегружающего эффекта, что правда. Защищает цвет, защищает от воздействия фена и солнечных лучей. Для тонких волос подходит, для сухих. В общем, много-много всего. То, что мне понравилось. Антифриз эффект. Я думаю, что это очень нужное средство, и оно очень приятно пахнет. Вот эта цветочная леоноровская отдушка. Второе средство, я о нем писала, тоже можно поискать, кому очень хочется. Это сыворотка. Давайте открою. Выглядит вот так. Сыворотка для эффекта гладких волос. Называется шелковая сыворотка. Поэтому она разглаживает, делает волосы гладкими. Питает тоже без утяжеления, от солнечных лучей. В принципе, довольно-таки похожие у них свойства. Единственное, что здесь по-другому. Здесь нет распылителя, здесь просто помпадозатр. Сейчас скажу еще об ощущениях. Вот, например, если есть такие средства, которые, например, молочко Дайвинес. От него прямо волосы сразу такие струящиеся. Здесь этого не будет. Здесь немножко даже чувствуешь, как будто, несмотря на то, что там написано, распутывает, немножко рука как будто застревает. Дает объем волосы на ощупь более объемные и тяжелые. Знаете, тяжелые, но без утяжеления. Не знаю, как это объяснить. Как будто бы они уплотнились. Вот, наверное, уплотнение дают эти средства. Если шелковая сыворотка дает больше гладкости и блеска, несмотря на то, что здесь написано именно блеск, сияние. Но для меня вот шелковая сыворотка больше дает сияние. Здесь все-таки вообще от всех этих средств на следующий день голова уже не выглядит такой прямо совсем свежей и волосы нерассыпчатые. Возникает вопрос, почему же я так хвалю? Потому что я мою голову каждый день, для меня это не проблема. Если даже на завтра я выгляжу не так, как я хочу, пошла тушь, все, снова все в порядке. Но вот это вот утяжеление, ухоженные волосы, мне нравится. Про один шампунь я уже написала в своем инстаграме. Можете прочитать мой пост. Вторая марка, про которую хочется рассказать, это Орба. Заказ на рандеву. Сразу скажу, что все промокоды ловите внизу под этим видео в описании. Сможете купить ко всем. Сейчас там распродажа грандиозная. И вы можете купить еще, помимо того, что там есть уже распродажа, еще минус 10% по моему промокоду. Я заказала себе зеленую линейку шампунь и кондиционер. Вообще, я люблю стайлинг у Орбы. Но и марка славится своим стайлингом. Но мне сказали, что я буду в восторге от этих средств. Светики красивые, очень-очень красивые. Особенно на камеру, как они хорошо приливаются. Это шампунь, это кондиционер. Потрясающее разглаживание. Вот этот шампунь и кондиционер дают вот то, к чему мы привыкли. Что мы называем вот этой вот гладкостью. Оно прямо в ванной уже бывает. Плюс приятно пользоваться этими средствами. Великолепный аромат. Если у вас было что-то из Орбы, вы знаете, что это потрясающий аромат. Наверное, я назову его самым лучшим ароматом. Именно в уходе для волос. Я его очень люблю. Он очень красивый. А если еще после вот этого всего дымку нанести для волос, оно у меня тоже есть. Поверьте на слово, не хочу за ней идти. То тогда вообще прямо благоухайте, как будто бы парфюм. Очень нравится. Приятно пользоваться. Густой шампунь, перламутровый. Значит, что там силикончики есть, наверное? Меня они не смущают абсолютно. И, кстати, уже про врез силиконов никто не говорит. И наоборот, там все нормально. Какие-то вот эти маркетинговые ходы отрабатывают все марки. Но ничего плохого в них на самом деле нет. В общем, волосы гладкие, струящиеся. Но на следующий день тоже не такие уж и чистые. Потому что это питательный еще и шампунь, и кондиционер. Помимо того, что он увлажняет. Я еще хочу купить дополнительно несмываемое средство. Тоже из зеленой линейки. Подумала, попробую, если мне это понравится. Куплю еще. Вот, наверное, я куплю. А еще знаете, что я вам хотела сказать? Леонор Грейл, если нужно какое-то сравнение, то он очень похож на уход от сислой. Если у вас был сислый, можете понимать. Вот примерно такого же плана и Леонор. Здесь у кондиционера тоже очень приятная одушка. Вот такая же. И волосы прямо гладкие. Гладкие ванны, когда ты смываешь, прямо они по тебе струятся. Я очень люблю это ощущение. Еще кое-что с рандеву. Там не только парфюм, не только шампунь. Не только шампунь и кондиционер. Но еще и мыло. Можно заказать мыло. Оно, кстати, недорогое. Здесь три кусочка. Стоит, не помню, 480 или 580 рублей. Это японское мыло без запаха абсолютно. Я сейчас вам его покажу. Вот так выглядит. Я уже положила в ванную. Спросила у себя, смотрю, ну что-то помылось. Как оно? Она сказала, ничего не поняла. А я поняла. Потому что это мыло создает легкую пенку. И оно не сушит. Очень мягкое мыло. Прямо вот мягкое-мягкое. Видимо, там пэш какой-то подходящий к нашему телу. Нет никакого запаха. Это, конечно, странно. Удовольствие вот такого ванной вам не удастся получить. Но если у вас есть какой-то парфюм или крем для тела, и вы не хотите посторонних ароматов, то пожалуйста. Кстати, оно подходит еще и для лица. Но я не пользовалась для лица. У меня слишком много средств, чтобы пользоваться мылом еще. Но вообще можно. И для лица, и для тела подходит. И для рук, естественно. Такое мыло, как правило, гипоаллергенно. Устраняет раздражение, красноту и общее состояние кожи улучшает. Ну, там смягчает, питает все как надо. Еще у меня есть подарочек от Рандеву. Это CC крем от Lumine. Я не буду его наносить. Хотела сегодня, но подумала, отдам лучше кому-то. Я все равно не собираюсь покупать CC крем. В принципе, у меня был такой крем. Вот я не помню, в CC это был или какой-то другой. Неохота пользоваться. Лучше я осчастливлю кого-то другого. На этом я с вами попрощаюсь. Все, что я хотела рассказать вам в уходе за волосами. Обязательно приобретите себе Леонор. Обязательно приобретите Орбо. Кстати, из Орбо это первые продукты для волос, которые мне понравились. Из ухода именно потому, что у меня было много чего. Мне не понравилось ничего. Так, это 3-4 могу поставить. Пятерку нет, а здесь пятерочка твердая. Все, на этом с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.